Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас открытое занятие творческого объединения аппликации из Салонки. Я рада вас приветствовать на нашем очередном занятии. Так, перед началом занятия можно назначить дежурник. Доброводится ведь? Я. Хорошо. Значит, после уроков ты мне поможешь убрать сон в нашу комнату. Чтобы узнать тему нашего занятия, отгадайте загадку. Ну и платье. Сплошь иголки. Его носят вечно дружно. Очень хорошо, правильно. И я считаю, что накануне новогоднего праздника эта тема очень актуальна. Да? И не случайно у нас в классе стоит елочка, зеленая иголочка. Она вас будет вдохновлять на творческую работу. Ведь еще в древности считалось, что в ее вечно зеленых ветлях живут и зимуют добрые духи. И поэтому люди делали подношения елки, вешали на ее пушистые ветви в подарки, стараясь забыть этих духов. И отсюда пошла традиция, чтобы на новогодние праздники наряжать нашу елку. Значит, елка нам на праздник нужна? Да. Нужна. Только вот одна проблема. Сегодня перед началом занятия я нашла под дверью телеграмму от Деда Мороза. Ребята, в связи со сложной экологической обстановкой, в лесу елки рубить запрещаю, а делать своими руками попручаю. И я считаю, замечательную идею подкинул нам Дед Мороз, да? Да. Какую мы елку можем сделать на нашем занятии? Из соломок. Конечно, из природного материала. Соломка. Значит, целью нашего урока будет... Елка. Изготовление... Елки. Из полочных материалов, то есть из соломоких... Вы не сказали главного слова. Аптукации. Аптукации. Да? Да. И вот я предлагаю вам посмотреть на образец. Вам знакома уже такая работа? И я прошу вспомнить, какие инструменты и материалы нам понадобятся для изготовления соломоких. И заодно проверим готовность. Все ли у нас готово к занятию, к практической работе. Посмотрите на своих столах. Лиза, что же нам понадобится для изготовления соломоких? В первую очередь нам нужна соломка, которая у нас есть здесь, выпрыгивая. Соломка, да. Соломка, да. Во-вторых, нам нужна калька и... Вот, эскиз. Ножницы и кисточки. Ну, и клей, конечно же. Все правильно. Так, и давайте вспомним. Вот соломенные ленты у вас есть. Можете открыть. Как же изготавливали мы соломенные ленты? Процесс изготовления. Аня Ликунских, изготавливай мне, пожалуйста. Так. С чего это значит? Ну, и наш рисунок. Нет, процесс изготовления со мной не нужен. А, ну, мы должны сначала ее... Мы соломку. Опускаем в отмечку. Запариваем. Запариваем. Потом разрезаем эту панаму. Острому. Да. И проглаживаем. И проглаживаем мактюгом. И храним под прессом. Вот она уже в заготовке. И хранятся. Их можно заготавливать до ранга. Ну, и перед практической работой нам необходимо было повторить правила техники безопасности, используемыми инструментами. То есть с ножницами, да? И с кисточкой. Кто мне скажет с ножницами? Перечислите. Ну, ножницы места. Какие возникают? Ножницы лучше держать. А в самом случае... Ну, в общем, подавать ножницы надо. Вот так. Сомкнутые. Вот так. И вот так. Работать необходимо только исправным инструментом, да? Так. В нерабочем положении ножницы всегда сомкнутые концы. Итак, перед началом практической работы я предлагаю вам повторить правила техники безопасности с рабочими инструментами. Аня, пожалуйста. Нужно резать сиденье, размахивая ножницы. Так. Еще. Работа нужна. Ножницы надо передавать с сомкнутыми кольцами вперед. Правильно. Еще. Работать патином. Работать нужно исправным инструментом. Только исправным инструментом. Правильно. Еще есть у кого патин в патином? А с кисточкой? Ну, нужно брать клееную. И держать кисточку вертикально вниз. Наклеиваем на поверхности. Все правильно. Сушить изделие как мы должны? Подпрессивно. Подпрессивно. А излишки плеен? Бребеночкой. Все. Молодцы. Так. Перед практической работой мы будем повторить порядок выполнения самой аппликации. Посмотрите. Из скольких частей состоит наша елочка? Из трех. Из четырех. Из четырех. Где? Я лучше. А ну да, точно. Ну вот. Часа. И эскиз у вас на партах. Тоже из четырех частей. Да? Да. Дальше. Последовательность работы какая у нас? Переводим на кальку. Переводим на кальку. По частям. Да? Да. Потом разрезаем сведенный кальку. Вот эти сведенные части на отдельные части. Разрезаем кальку. В общем, да? И уже по частям начинаем заплеивать ее салонцем. Сушить готовые значит подкресы до берите кальку и начинаем работать. Сломатыми переводим каждую часть начинаем на кальку Дай-ди, ну, потом тебе объясняет? Да. Доброе утро. А, так, а, один, один. Вот как мы делаем нашу лесную красавицу, мы по ходу слышим звуки леса. Аккуратно переводим. 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 Соломку начинаем накладывать от середины. От середины любой детали и к краям. Клей намазываем на подложку. Не забывайте, чтобы столы не мазать. Не забывайте, чтобы столы не мазать. Не забывайте, чтобы столы не мазать. Чтобы салон положился ровно, можно кольцами ножни разглаживать уже приклеенную салонку на кальки. Она и приклеивается будет хорошо, внешний вес будет от середины. Ножницы, кольцами ножницы. Добавляем салонку. Добавляем салонку. Добавляем салонку. Добавляем салонку. Вы, наверное, устали? Да. Все дружно встали. Добавляем салонку. 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 Плечико попрыгали, а потом попрыгали Молодцы! Перебились? Да Настроение каково? Бо! Отлично! Продолжаем работу Итак, ребята, у всех? Все закончили работу? Да! Давайте друг другу покажем уже готовые работы И посмотрим на работы товарищей Нравится? Да! Хорошо Какие-нибудь ошибки видите друг другу? Ну, конечно У меня бабушка качается слегка Ну, у кого качается, я сказала, ничего страшного Это ветерок налетел, да? Да В принципе, работы очень хорошие И я считаю, все справились с заданием И мне очень нравится, как мы сегодня работали на нашем занятии С каким настроением вы делали это? Скажите, пожалуйста С веселой И вот Отличное настроение Чтобы определить, какое у вас настроение Если вы считаете, что урок прошел для вас плодотворно, с пользой То на нашу елочку Вот под нашей елочкой Под волшебной шляпой Находятся вот такие игрушки Если вы считаете, что получили какое-то удовлетворение и пользу от урока То вешайте на нашу елочку красный шарик, да? Если вы считаете, что что-то не получилось Какие-то мелкие недочеты, тоже обрешали, да? Ну, а если вы считаете, что вообще вы бездельничали, ничего не научились Ну, тогда сильный шарик Я предлагаю встать с мест спокойно Выбрать себе шарик и повесить на нашу елочку Можно сразу несколько повесить? По одному, но всем не хватит Посмотрите, повесить папку Весить пьянки А там покраснела? От стыда за нас Ну, почему же от стыда? По-моему, самый веселый смайлик был нарисован как разнообразным шарик Итог нашего занятия Можно по нашей елочке подвести такой Что с заданием мы справились Цель урока достигнута И вы все молодцы! И чтобы на память у вас от урока осталось еще больше хорошего настроения Я всем на память дарю вот такие медальки Надевайте, да! Надевайте, да! Ну что ты слоник? Соломка? Слоник и киска! Соломка! Ну и можете прочитать За какие успехи вас наградили Хорохи в сомневании Это молодец! Это молодец! Это творческие успехи! За стремление к знанию! Молодцы! Молодцы! Я вас благодарю за работу на занятии! Надо убрать все свои рабочие места А на завтра А на следующее занятие Я прошу вас найти картинки С изображением лошади Мы будем изготавливать аппликацию то естьОлонки символов года Ура! Все! Занятие окончено! Аплодисменты! Аплодисменты! Здравствуйте! Наденим! Спасибо шvilleelo4 4 Продолжение следует...